Здравствуйте дорогие друзья, уважаемые коллеги. Мы сегодня в эфире первого медицинского канала с Еленой Евгеньевной Васениной, специалистом по нейродегенеративным заболеваниям, по деменции. Хотим поговорить, наверное, не о медицинских вопросах, не о фармакотерапии болезни Альцгеймера, а хотим поговорить о жизни пациентов с болезнью Альцгеймера и о проблемах пациентов и о проблемах родственников. И, наверное, сегодня это такая, наверное, больше социальная, чем медицинская тема, которую мы хотим поднять, потому что в целом надо сказать, что масса вопросов, например, стоит ли пациентам с болезнью Альцгеймера сообщать диагноз, что на самом деле говорят этим пациентам специалисты, как ставят диагноз, каково значение, например, психологическое значение постановки диагноза пациентам с этим заболеванием и родственникам. Поэтому мы сегодня, наверное, хотим это все обсудить, да, Елена Евгеньевна? И вот здесь я так собрала на слайд, наверное, то, что я вижу вот те препятствия и барьеры для постановки диагноза болезни Альцгеймера, то есть со стороны врачей и со стороны пациентов и родственников. И да, действительно, болезнь Альцгеймера малозаметное характерное начало, и поэтому есть некие проблемы, да, с исследованиями, да, с уверенностью врача в постановке диагноза, да, с теми трудностями, которые есть в распознавании ранних стадий болезни. Отсутствие, наверное, еще важный фактор навыков сообщения, плохих новостей диагноза, да, у врача. Нехватка времени на приеме тоже один из факторов. Страх причинить вред пациенту. И со стороны пациентов и родственников. Разное восприятие очень болезни пациентам и членами семьи. Елена Евгеньевна, как вот вы с чем сталкиваетесь по вот этому восприятию различному? Ну, я сначала, наверное, поздороваюсь и с вами, и с уважаемыми коллегами, но действительно сегодня решили обозначить некие социальные проблемы, потому что болезнь Альцгеймера, это, ну, болезнь не только медицинская, это огромное бремя для общества, для членов семьи, и как ни в одном другом заболевании здесь участвует огромное количество людей. Сам пациент, врач, который его ведет, родственник, который за этим пациентом ухаживает, члены его семьи, члены семьи родственников, которые так или иначе вовлечены в огромное количество социальных вопросов, которые существуют. Поэтому, конечно, именно эти вопросы, которые, кстати, определяют, насколько будут привержены к лечению. Потому что то, как врач коммуницирует и с больным, и с родственником, будет определять то, насколько этот человек, я в первую очередь говорю о родственнике, в дальнейшем будет тропен. Потому что, конечно, вот получение неизлечимого диагноза, болезнь Альцгеймера еще в нашей стране очень тесно ассоциирована с темой старческого слабоумия, ее так и называют, и деменцию называют старческим слабоумием, при том, что больные с болезнью Альцгеймера очень долго могут сохранять возможность и вести себя относительно адекватно. Очень многими родственниками диагноз болезни Альцгеймера воспринимается как приговор. И уговорить его принять этот диагноз, мотивировать его на то, чтобы он лечил своего больного. Это важная задача не только для улучшения жизни больного, но и его семьи, и людей, которые его окружают. Потому что если пациента с болезнью Альцгеймера не лечить, он потенциально опасен и для себя, и для окружающих людей. Ну и плюс мы сегодня будем касаться вопросов денег, сколько это стоит, какая нагрузка социальная падает в связи с этим заболеванием. Ну то есть, мне кажется, мы пытаемся объять необъятное сегодня. Ну и что, сегодня успеем, а то мы поговорим, да, будем как бы пытаться идти по нашей теме. Ну вот мы решили даже, чтобы себя как-то ограничить и попробовать структурировать, потому что говорить на тему болезни Альцгеймера можно бесконечно, а если еще интегрировать социальные вопросы, так это можно сидеть семь дней. Но мы попытались обозначить, наверное, семь важных нот, таких семь пунктов, которые нам с Екатериной Витальевной показались наиболее актуальными, важными и, наверное, редко обсуждаемыми. Поэтому действительно мы сегодня будем говорить не столько о лечении, сколько о том, как наладить взаимодействие между разными людьми вот этой коммуникации всей, потому что, по сути, это три, это даже не трио, это квартет, квинтет, сюда можно добавить социальные службы, других членов семей, еще куча всяких других организаций с инвалидностью и с прочими вещами. Но, наверное, мы сегодня коснемся в первую очередь вот этого трио. Мы поговорим о том, как сообщать диагноз, как коммуницировать врачу с пациентом и его родственником. Мы поговорим о том, как коммуницировать родственнику с пациентом. Мы попробуем затронуть в первую очередь вопросы взаимодействия людей с пациентом с болезнью Альцгеймера, которые напрямую касаются качества жизни больного и всей семьи, соответственно. Поехали по гамме. Да, мы обозначили первая нота до, как достаточность, достаточность информации, потому что очень много исследований посвящено информированию о диагнозе. И мы знаем вообще, и в нашей практике мы видим, что недостаточный контакт с родственником пациента приводит и к низкой приверженности к терапии. И Елена Евгеньевна, в принципе, сказала, что деменция – это болезнь семьи, это не болезнь одного человека. И это требует, конечно, общего подхода и обсуждения проблем не только пациента, но и его опекуна. И от поведения опекуна напрямую зависит состояние пациента. То есть риск поведенческих расстройств, каких-то декомпенсаций у пациентов. То есть я в одной из руководств таких книг, посвященных, написанных родственникам пациента, мне понравилась фраза, что пациент отзеркаливает ваши эмоции. То есть фактически эмоции родственника, очень негативные в том числе, могут влиять на увеличивать риски этих поведенческих расстройств. А на самом деле, наверное, это вполне объяснимо, потому что человек утрачивает возможность контекстуального анализа. То есть он же не может осознать контекст поведения его родственника, он не может осознать причины. То есть его когнитивные функции утрачены. А эмоциональное восприятие, то, что гораздо более эволюционно древнее, у пациента сохраняется. То есть он может воспринять чувство опасности, он может воспринять какие-то негативные стимулы и дать на них соответствующую реакцию в виде расстройств, ну не расстройств поведения, а какой-то инициации поведенческой реакции. То есть как раз эмоции он считывает гораздо проще, чем любой другой контекст поведения. А родственники, я говорю, тут правда очень большой пункт научения, вы не зря на этом остановились. Если родственник не понимает, что не надо пытаться объяснить пациенту что-то, если он этого не понимает, он начинает заводиться, раздражаться, и кажется, что пациент специально его не понимает. И вот умение научить родственника реагировать, это очень важный пункт. Иногда я, кстати, ловлю себя на том, что на наших приемах очень много времени мы посвящаем именно... Вот часть приема, она реально связана с тем, что ты учишь родственника коммуницировать с пациентом, а не пациенту объясняешь какие-то вещи. То есть это занимает иногда большой такой пласт работы на приеме. И мы хотим еще сегодня затронуть именно коммуникацию пациента и врача, и врача как сообщать диагноз, как говорить. И в свое время мы очень много писали статей по... Есть международные протоколы сообщения плохих новостей. Вот как-то так в международной литературе, это очень в международной практике обучения, очень развито вот это вот обучение врача говорить. У нас это пришло, наверное, в последние годы, когда изменилось образовательное такое образование в ординатуре. И сейчас вот станции, там, врачи, когда сдают аккредитацию, включают в том числе и коммуникацию, коммуникативные навыки. И вот существует такой протокол SPIKES, это протокол сообщения плохих новостей. Но я, честно говоря, не всегда считаю, что он вот настолько прям применим к нашему приему, к нашему общению. Но здесь есть важные аспекты, на которые мне хотелось бы остановиться. Например, ну, когда мы говорим, когда мы готовимся к приему, когда у нас на приеме пациенты и с болезнью Альцгеймера, и с каким-либо другим заболеванием хроническим, да. То есть, конечно, важно, чтобы у нас были какие-то наглядные пособия, информационные буклеты, листки, да. Мы должны знать, если мы занимаемся этой проблемой, должны знать, что есть службы поддержки, есть фонды, да, пациентское сообщество. Вот мы сегодня проводим наш эфир, мы тесно сотрудничаем с фондом Альцрус. Это фактически сегодня единственный фонд, который занимается поддержкой, ну, какой-то такой работой, направленной на поддержку близких. У них есть потрясающие мероприятия, вот кафе «Незабудка», когда они собираются вместе с родственниками и как-то, ну, позитивно очень проводят мероприятия. И мы сегодня говорим тоже о портале «Мемини.ру». Это такой очень хороший портал для тех, я считаю, врачи о нем должны тоже знать, не только пациенты, но и врачи, потому что это те источники, на которые мы можем ссылаться, и куда мы можем направлять родственников и пациентов для того, чтобы они подчеркнули какую-то важную для них информацию, потому что не всегда на своем приеме мы имеем достаточно времени для того, чтобы все объяснить и все рассказать. Еще важный аспект – оценить восприятие пациента. Здесь вот они рекомендуют обычно спросить вообще, да, вот в этом протоколе, что знает пациент и родственник о своей болезни. Елена Евгеньевна, вы как задаете вопрос? Пациенту или родственнику? Знаете, наверное, никак, потому что у нас… Ну, это хороший протокол для любого хронического заболевания, но не очень понятно, как его применять, касаемо пациентов с деменцией. И он, кстати, применяется в международной практике, в том числе и для пациентов с болезнью Альцгеймера. И дальше пойдет разговор о том, как сообщать, и вы затрагивали этот вопрос, диагноз пациенту, но там гораздо больше обучения в международной практике, они гораздо раньше приходят к врачу. К врачу. Они не боятся диагноза болезни Альцгеймера, у них нет вот этой перепалки между неврологами и психиатрами, это мой больной, нет, это мой больной. У нас пациенты с болезнью Альцгеймера пока на данный момент, хотя чуть-чуть тенденция улучшилась, все равно приходят поздно. Больного с ранней стадией болезни Альцгеймера ты выцепляешь с приема, который пришел совершенно по другой проблеме, то есть не по проблемам памяти. И поэтому сообщать пациенту диагноз, но уже развернутой деменции, но, как правило, не встает вот этих нюансов всех, потому что он не готов его воспринимать. Ну, вообще, как раз и обсуждается в международной литературе, насколько я смотрю, что вопрос информирования именно на ранних стадиях, когда у пациента еще сохранена критика. И не стоит вопрос информировать или нет, стоит вопрос информировать, только вопрос как. Но на развернутой стадии, на стадии развернутой деменции, конечно, уже когда понимание у пациента нарушено, то здесь идет коммуникация, конечно, больше с родственниками. Ну, вот интересно, что я, кстати, очень часто прибегаю к той фразе, я не знала вот до того, как вы сейчас показали, как четко рекомендуют это делать в протоколе, но я с учетом того, что болезнь Альцгеймера, диагноз, ну, вот люди редко приходят просто так, как правило, они уже что-то где-то прочитали, у них есть какое-то предположение, я, честно, чаще всего задаю примерно такой вопрос, но вы же пришли, вы же что-то предполагаете, вы же что-то уже предполагаете, вы уже что-то прочитали, и смотрю, насколько действительно, во-первых, человек осведомлен, насколько глубоко с ним можно разговаривать, насколько он действительно начитан по проблеме, готов, насколько он готов вообще обсуждать. И дальше уже, конечно, уже думаешь. И, кстати, в этом протоколе говорят о том, что надо выяснить, насколько пациенты или родственники вообще хотят быть информированными, да, потому что здесь, здесь можно сказать, вот, наверное, можно поставить знак равно, как раньше диагноз рака, да, считалось, что не надо говорить диагноз рака, там, больному говорили родственнику. Сейчас все-таки изменилась такая тенденция. Все-таки вот я смотрю, что в отношении болезни Альцгеймера, вот международной, да, дискуссией идет то же, что мы должны понимать, насколько пациент и родственник хотят быть информированы, да, о диагнозе. И, ну, вот они рекомендуют спросить, насколько подробно вы бы хотели, чтобы я рассказала о диагнозе. Но я, честно говоря, так не очень спрашиваю пациентов и родственников. Я, когда уже пациент какие-то высказал свои предположения или родственник, да, я уже вижу, насколько он подробно в этом знает. Ну, вот да, это, кстати, во многом зависит от того, какой был ответ на предыдущий вопрос. То есть, если человек приходит уже ориентировавшийся в проблеме и говорит, ну да, я вот тут прочитал, и начинает рассказывать те симптомы, которые, ну, ты же явно понимаешь, что он где-то это прочитал, он понимает, что эти симптомы относятся к болезни Альцгеймера. И в зависимости от того, готов он или нет, он дальше будет с вами коммуницировать, давая понять, что он готов принять уже этот диагноз, он, в принципе, его принял, он пришел к вам за подтверждением. И тогда, конечно, я спрашиваю о том, ну, что он хочет узнать, то есть, какие моменты. А вот я на этом слайде собрала очень интересные разные точки зрения на формулирование диагноза. Не на формулирование, мы сегодня не говорим о медицинских аспектах, на то, получила семья диагноз или не получила. Вот смотрите, одно из исследований, при опросе 576 членов семьи, которые ухаживают за пациентом с деменциями, которым был поставлен официальный диагноз, вот они сообщали о большей напряженности в отношениях и меньшей активности по сравнению с лицами, которые ухаживают за такими же пациентами с деменцией, но которые не имеют официального диагноза. То есть, причем независимо от степени нарушения здоровья пациента. И вот в этом исследовании, это, кстати говоря, раннее исследование по болезни Альцгеймера, здесь звучало, что получение диагноза деменции, казалось, повышало важность болезни, делая ее более заметной частью личности человека, побуждая лиц, которые ухаживают, чрезмерно как бы фокусироваться на этих проблемах, на этом диагнозе, исключая там собственное благополучие, там продолжение такой социальной интеграции какой-то, да. И напротив, другое исследование, где получение диагноза помогало людям. То есть, лица, которые осуществляли уход, наконец, могли объяснить те симптомы, которые они видели у пациента, и приписать их к болезни, а не вине там человека, или каким-то другим факторам, которые могли влиять. То есть, очень разные на этот вопрос точки зрения. И это достаточно интересно. Кстати говоря, вот я посмотрела еще к нашей передаче руководства различные, например, канадское руководство, еще один аспект вот этого протокола Spikes, то есть, все объяснения должны быть простым языком и минимум медицинских терминов. И в канадском руководстве они говорят, будьте ясны, используйте слово деменция, когда уместно, а не эфемизмы, такие как когнитивные изменения или нейрокогнитивное расстройство, которое может быть непонятным. Вот у меня вопрос к вам. Вы вообще какую формулировку используете? Я не использую слово деменция практически в разговоре с родственниками, потому что в нашей стране деменция стигма. И это сформировалось годами, потому что диагноз деменция появлялся тогда, когда нужно было принимать решение о дееспособности человека и помещение его в психиатрический стационар, и оно очень плотно вот вросло фактически в старческое слабоумие. И если больной с ранними стадиями, но относительно ранними, когда у него поведение еще не сильно нарушено, психотических расстройств нет и распада личности как такового нет, то есть он достаточно адекватен в своих действиях, если я с родственником буду использовать слово деменция, он может заподозрить меня в низкой квалификации, потому что, ну, во-первых, это унижает его близкого человека, потому что он же не слабоумный. То есть он пришел на ранних стадиях, и в этом опасность. А с другой стороны, это настраивает на очень негативный лад в плане дальнейшего будущего и исходно просто заблокирует все попытки криема лекарств и хоть как-то в дальнейшем. Я не использую. Я не использую слово когнитивное, потому что на самом деле они далеко не всем понятны. Я чаще всего апеллирую словами нарушение памяти у вашего близкого человека, нарушение внимания, нарушение мышления, трудности принятия решений. Я, кстати, тоже так говорю. Ну, то есть это, я не считаю, что это эхемизм и попытка избежать какого-то слова. В нашей стране, мне кажется, попытка избежать слова деменция, она оправдана, потому что оно у нас имеет слишком негативный ареал и сродни очень тяжелым стадиям процесса, который может реально вызвать очень негативную реакцию родственника и с позиции горя, что их близкий человек все-таки имеет этот диагноз, и с позиции какой-то дальнейшей помощи этим. Ну, термин нейрокогнитивного расстройства уже был введен ДСМ-5 как уход от термина деменции, как уход от этой стигмы, да, но тоже он не идеально звучит вообще. Ну, для родственников он звучит не идеально, вот для врачей, как минимум, в нашей стране это очень хороший эхемизм, потому что для нас слово деменция, которое имеет очень четкую психиатрическую коннотацию, для невролога неприемлем, потому что он несет очень значимые юридические аспекты. Со словом деменция человека можно признать недееспособным, и, конечно, это в отчина психиатров, и поэтому как только звучит у терапевтов или у врачей общей практики или у неврологов хоть какой-то разговор о деменции, сразу возникает, не-не-не-не, это не наше, это к психиатрам, это вот про юридические вопросы, и, конечно, какой-то термин, который позволяет это заменить и убрать вот эту стигматизацию, убрать вот этот неприятный смысл, мне кажется, очень хорош, но это скорее для врачебной среды, для родственников, пациентов такая терминология тоже не очень удобна, поэтому... Ещё важно, что вот в этом протоколе дайте информацию, да, информацию на один укус. Мы написали с вами, что иногда я заметила, что пациенты не готовы за один приём вообще получить, да, ну вот это всё вывалить на них. Иногда я... там проходит несколько приёмов, и ты каждый приём даёшь дозированную эту информацию, то есть и тогда, мне кажется, это повышает и приверженность к лечению, собственно, а не тогда, когда мы всё вываливаем сразу на пациента. Ну вот я сейчас вообще очень так часто в своих заключениях пишу те ресурсы, которые есть информационные, ну по тем заболеваниям, значит, которыми мы занимаемся, прям в заключении пишу информационные либо сайты, либо ресурсы, вот в этом отношении мне очень нравится серия книг, которая была выпущена, поговорим о деменции, поговорим о болезни Альцгеймера, здесь и фонд Альцрус участвовал, и там очень много я бы вот врачам рекомендовала советовать это родственникам, потому что там много очень таких, знаете, важных инструментов по уходу за больным, как его там уговорить там помыться, или там как кто использует какие-то вот такие инструменты для того, чтобы коммуницировать со своим родственником. Ну вот в международной практике для этого есть отдельная специальность, но мало того, что там гораздо больше развита социальная поддержка, которая дает какие-то инструкции, там есть, например, оккупационный терапевт, который перестраивает пространство так, чтобы оно не провоцировало психозов, чтобы оно было менее травматичным, и в том числе они обучают вот этой коммуникации с больным. А у нас реально родственник остается один на один со своей бедой, и, конечно, вот такие порталы, как Мэймени, где имеется форум, где они могут пообщаться, где поделиться какими-то советами и ситуациями, с которыми они сталкивались, доступна литература. Это, как мне кажется, очень важно. Есть, кстати, список врачей, к которым всегда можно обратиться, которые занимаются, да, в зависимости от регионов, занимаются, в зависимости от города, занимаются проблемами деменции, да, то есть это тоже очень удобно с точки зрения, с точки зрения пациента и родственника. Что еще важно? Ну вот термин эмпатия, как правильно, мне всегда, ну так, я не знаю, я так как-то странно отношусь к этому термину, вот сопереживание, по-русски, наверное, это все-таки сопереживание, да, то есть когда пациент и родственник чувствуют сопереживание врача, то они чувствуют себя более обнадеженными, да, как можно чувствовать сопереживание врача, вот, ну, опять же, они предлагают, да, фразы, то есть у них в медицинских колледжах они прям тренируются на симулированных пациентах. Как сказать, да, то есть я понимаю, что вам непросто это услышать, там, я мечтал бы этого не говорить. Мне кажется, это можно, вот, в случае с болезнью Альцгеймера можно вызвать агрессию, особенно если это родственник пациента, который доведен до предела. Мы сегодня еще коснемся проблем родственников. Это люди, которые несут огромную нагрузку по уходу. У них такое количество стрессовых факторов, они сами настолько навьюжены, но что любая фраза из разряда «я вам так сочувствую», может быть, к сожалению, воспринято неправильно, и иной раз этого сочувствия нужно добиваться, ну, как мне кажется, немножко другими путями. Вот это проявлять эмпатию, именно демонстрируя, что вам важна не только беда пациента, но и проблема родственника. И мы вот, когда обсуждали этот эфир с Екатериной Витальевной, мы отдельно внесли блок «проблемы родственника», потому что по мне это истинное проявление эмпатии, сопереживания, когда ты внимателен и понимаешь, что болезнь затрагивает не только больного человека и постоянно говоришь о его лекарствах, о том, как ему принимать таблетки, но и каким-то образом не забываешь уточнить, а все ли в порядке у родственника, не нужна ли ему какая-то помощь, потому что на самом деле ему гораздо сложнее. Такую фразу я не говорю, но я, кстати, что-то похожее иногда использую. Когда вопрос раскрытия диагноза, я понимаю, что человек пришел, он уже почитал, где-то готов услышать от меня вердикт, что это сейчас будет болезнь Альцгеймера, я говорю фразу, что я понимаю, что никому неприятно будет сейчас услышать вот такой диагноз, но вы должны быть к этому готовы, вы должны понимать, что будет дальше с вашим родственником и понимать, какие шаги мы можем вместе предпринять, чтобы сделать дальнейший путь более комфортным, более пологим, быть к каким-то нюансам готовым. То есть, ну, примерно, на самом деле, видимо, что-то похожее я и говорю, но мне кажется, вот я мечтала бы этого не говорить, фраза немножечко вот такая очень... Не русская. Не русская, да, не для нашей ментальности. И потом, когда мы пишем эти фразы и когда они звучат из наших уст, то это совсем разные вещи, конечно. Поэтому, ну, вот мне кажется, эмпатия нужна, но вот, наверное, она в первую очередь должна проявляться вниманием ко всем участникам этой, ну, по сути, драмы. Болезнь Альцгеймера это драма, и это драма в первую очередь для близкого человека. Вот одна из интересных статей по раскрытию диагноза деменции. Мне понравилась один из авторов, который пишет эту статью, он пишет, задача сообщать плохие новости, это полигон для проверки всего спектра наших профессиональных навыков и способностей. Если мы делаем это плохо, пациенты и члены семьи могут никогда нас не простить. Если мы будем делать это хорошо, они никогда нас не забудут. И мне кажется, что здесь важно, еще когда мы говорим об этом диагнозе, что пациенты и родственники понимают, что они не будут брошены, да, то есть что дальше доктор с ними будет проходить этот путь. И я иногда ловлю себя на том, что даже когда уже мои какие-то возможности фармакотерапии исчерпаны, я вижу, что родственники все равно приходят и приходят скорее поговорить, скорее рассказать о своих эмоциональных каких-то вещах и снять вот этот какой-то груз, который, возможно, иногда сделать в другом месте трудно. И последний этап этого протокола, это итоги на будущее, это то, что, в общем, вы сейчас сказали, что когда мы говорим, да, то есть мы говорим о том пути, который нас ждет дальше уже после получения диагноза. Еще иногда, фактически, иногда, когда мы говорим о диагнозе, я говорю, вы жили уже с этим, то есть я просто назвала то, что как бы было своими словами, да. Ну, кстати, я хотела вас спросить еще о том, что у нас же часто все-таки сам диагноз болезни Альцгеймера не ставится, да, ставится хроническая ишемия головного мозга, и почему-то пациенты вот этого диагноза не боятся, а диагноза болезни Альцгеймера боятся. Ну, потому что болезнь Альцгеймера в нашей стране эксклюзивна, и, как правило, ставится пациентам с уже очень тяжелой стадией, когда начинаешь читать про болезнь Альцгеймера, действительно кажется, что все катастрофа, и это, ну, полный конец, который наступит буквально вот уже, ну, через год. А сосудистая патология, которая у нас выставляется всем подряд, даже тем, у кого ее нет, и для врача, и для пациентов, и для всяких форумов, где люди общаются, создаются ощущения, что она есть у всех. Ну, это такой, как бы, легкий диагноз, которым страдают все лица, перешедшие порог 50 лет. И это как для врачей, ну, неврологов точно, мы поэтому очень легко ставим сосудистую патологию, даже не задумываясь о том, есть она или нет, только по наличию сосудистых факторов риска, хотя они, кстати, в той же степени равноценно увеличивают риск болезни Альцгеймера, так же, как и сосудистая деменция, артериальная гипертензия, сахарный диабет и все другие. И вот людям гораздо проще услышать то, что есть у всех, чем, как бы, получить диагноз, который, тут даже найти ресурс, да, где эти пациенты собираются, очень сложно. У нас нету культура ухода за пациентами с деменцией, у нас единичные вот эти мероприятия, типа кафе «Незабудка», где родственники могут сесть, пообщаться, обсудить какие-то вопросы. у нас нет психологического консультирования, у нас нет какой-то активной поддержки, вот кроме каких-то форумов, да, где хоть как-то люди могут общаться, но это же должно быть на уровне государственных программ. А у нас этого нет, поэтому, конечно, далеко не все готовы к диагнозу болезни Альцгеймера, не столько потому, что к этому нельзя быть готовым, весь мир действительно говорит о диагнозе болезни Альцгеймера еще самим пациентам, когда он готов это воспринимать. А у нас за это ругают, штрафуют, проверяют документы, и, конечно, пока эта проблема скорее даже на государственном уровне, пока мы не примем, что у нас много таких больных, ими надо заниматься и их проблемами, и проблемами семей, к сожалению, мы пока будем иметь 7,5 миллионов пациентов сосудистых патологов. Да, но здесь важна роль как раз и пациентских сообществ, потому что нас, врачи, не всегда слышат государственные структуры, а пациентские сообщества слышат лучше. Поэтому, ну вот, вопрос раскрывать ли диагноз деменции или нет, он не стоит, стоит вопрос в том, как это делать, когда это делать, и учитывать пожелания, конечно, родственников, да, и семьи, наверное. Ну вот мы даже собрали за и против, да, раскрытие диагноза, то есть информирование пациентов о диагнозе, да, то есть за это автономия пациента, да, объяснение симптомов тех, которые пациент испытывает, позволяет пациентам участвовать в принятии решений, планирование дальнейшей жизни, да, потому что много много юридических вопросов, много разных вопросов, которые иногда играют значимую роль, но против, да, это, конечно, ограничение в понимании, и вот эти проблемы с памятью, знание может вызывать беспокойство, депрессию, суицидальные мысли. У меня были пациенты в моей практике, когда я выставляла диагноз болезни Айсгеймера, и у пациента были суицидальные мысли, ну, слава богу, без попыток, поэтому у меня, честно говоря, отношение к этому такое очень осторожное. Я, честно, не говорю больному с болезнью, мне кажется, я ни разу даже не делала попытку сказать больному. А я делала попытку, начитавшись международных руководств, и вот в начале своей какой-то такой практики, ну, как бы, мне казалось, что я делаю это тактично, но оказалось, что нет. Поэтому сейчас, наверное, если пациент с ранними формами деменции, я стараюсь говорить, наверное, родственнику, хотя, опять же, читая вот подходы международные, то есть понимая, что вроде бы это как бы неправильно, и я не могу для себя, честно говоря, выбрать правильную какую-то точку зрения в этом вопросе. Но ее и нет, потому что, вы видите, вот эта таблица, это, собственно, одна из статей, где, в общем-то, люди придерживаются разного мнения. Например, информирование членов семьи о диагнозе пациента, например, против, возможно, жестокое обращение с пациентом, то есть вот такая вот это... Ну, в этом тоже есть определенное зерно истины. Я могу спросить у родственника, ну, то есть я, как правило, нахожусь один на один с родственником, я говорю родственнику диагноз, потому что, мне кажется, это человек, который точно должен планировать, что дальше ждет, как ему жить, как ему в дальнейшем выстраивать свою жизнь, и спрашиваю, как мне преподнести это пациенту, считает ли он необходимым, чтобы я рассказала больному о его диагнозе, спрашиваю мнение, и, как правило, вот в этой, опять-таки, коммуникации мы вдвоем приходим к решению говорить, не говорить, что обозначать. Очень многие приводят своих больных, которые не хотят идти, не игнорируют свои проблемы по поводу головокружения, головных болей, конечно, там вдруг ниоткуда взявшийся диагноз болезни Альцгеймера будет, ну, как минимум, странен, поэтому, наверное, ну, вот я пока на данный момент стараюсь придерживаться позиций вот взаимного решения вместе с ухаживающими. Ну, вот как раз мотивы врачей за информирование и против, то есть за, там, автономия пациента, способствует доверию в отношениях между врачом и пациентом, но при этом против, да, не применение пациента плохими новостями, не, то есть, мы иногда на ранних стадиях, ну, вот, например, я не всегда уверена, что это дебют болезни Альцгеймера, да, или есть еще факторы, вот, врачи указывают ощущение профессиональной бесполезности, да, наверное, самое страшное ощущение для врача, что он ничего не может сделать для данного больного, но, но есть еще одна причина, избегание потенциально неудобных разговоров, то есть, это тоже один из... оставил сосудистой патологии всего, и сбежал, и можно избежать, легко, да, тот же вот как бы сложный такой этот аспект. И это к разговору, нота до, да, рекомендации, мы все время возвращаемся к автономии пациента, автономии родственника, мы возвращаемся, по сути, вот к таким моделям, моделям взаимодействия между пациентом и врачом, да, и вот есть патернализм, есть консумеризм, такое потребительство, когда главный человек, принимающий решение пациента, и партнерство, да, вот сейчас все-таки медицина переходит вот от такого патерналистского подхода, да, к партнерству, сотрудничеству, когда отношения принимаются, как бы, и пациентам, которые сам определяют степень участия, да, ну, то есть, вот, как бы, врач не главный человек, то есть, главный человек, как бы, совместно, скажем так, и, конечно, это надо учитывать, наверное, да, вот такой вот структурированный подход, он поможет, может помочь пациентам, семьям уменьшить вот эту тревогу, повысить качество медицины, медицинской помощи, да, то есть, и, по сути, вот это информирование о диагнозе, это не единичное событие, конечно, а такой динамичный процесс, вот то, что мы сказали, включающий в себя подготовку к информированию, да, изучение точки зрения пациента, это интеграцию с семьей, обмен информацией о диагнозе, да, реагирование на реакцию пациента, да, планирование на будущее, то есть, вот эти все-все-все аспекты, они, наверное, не решаются вот так вот в один момент, в один прием и растягиваются во времени, ну, вот это, наверное, ваши, да, какие-то фразы, которые... Ну, вот я достаточно часто, да, использую вот эти фразы, просто потому, что есть родственник, который получает диагноз неизлечимого заболевания у близкого человека, причем не просто неизлечимого, но и того, который забирает эмоции, забирает взаимодействие, забирает понимание, понимание. И, конечно, это огромная трагедия, если пациенты приходят на поздней стадии, родственник уже как минимум там 5-6 лет в этом находится, он начитался, он понимает, что все будет плохо, что, к сожалению, повернуть спять нельзя, что лечения нет, сейчас все равно доступ, информация есть, и так или иначе приходится использовать какие-то фразы, чтобы хотя бы попытаться настроить человека не то, что на позитивный лад, а на то, что можно получить благодаря какой-то терапии. И вот это как раз, наверное, вот такое партнерство, потому что навязать ему, то есть быть каким-то вот единственным человеком, принимающим решения, я не смогу, но потому что он эмоционально к этому не готов, то есть я не могу руководить процессом, когда человек понимает, что я вылечить-то не могу, он же тоже читает, он понимает, поэтому, конечно, приходится использовать такие фразы, что мы не можем вылечить, но мы можем сделать то-то, то-то. Если вы готовы, давайте мы будем дальше делать, ну, исследовать вот такому пути, потому что если мы этого не сделаем, да, вы получите через год более плачевный результат, чем мог бы быть, но понятно, что вы все равно мы обратно процесс повернуть не сможем. Я всегда так настраиваю на лечение. У некоторых пациентов удается добиться улучшения, но наша задача не улучшить, а притормозить. То есть вы исходно формируете уровень ожидания, родственник понимает, что ждать, он не ждет каких-то чудес, и решение о том, что он встает на этот путь, да, он готов следовать рекомендациям, и он понимает, к чему мы идем, оно очень важно для дальнейшего комплайенса и приверженности к терапии. Ну и нотаре, да, то есть, собственно, опять же, то, что мы говорили, да, то есть реакция на рекомендации, другую информацию будет зависеть, опять же, стиль, с которой преподносим мы это, стиль выживания в семье, да, то есть как бы какие отношения в семье, предыдущий личный опыт деменции у других членов семьи, это тоже влияет, конечно, на восприятие. Ну и следующая нота ми мы обозначили. Да, мы двигаемся по нашей гамме, мы говорили о том, что мы не будем затрагивать фармакотерапию сильно, я действительно совершенно не хотела на этом, в принципе, останавливаться, но посчитала, что этот момент имеет смысл обозначить. у нас очень любят лечить, ну то есть лечить, давать какие-то препараты, и, кстати, это любят делать и врачи, и родственнику, это важно, особенно на начальной стадии видеть, что врач его лечит. А так как у нас огромное количество каких-то препаратов, которые заявляют себя на улучшение когнитивных функций, они, как правило, ну в случае болезни Альцгеймера дают очень-очень малый эффект, но так или иначе люди общаются, они хотят видеть лечение, это приводит к тому, что пациенту с деменцией дается достаточно большое количество препаратов. А так как это пациент пожилого возраста, у него огромное количество заболеваний, по которым он и так пьет препараты, у него ожидаемая полипрагмазия, вынужденная. И, конечно, прям хотелось лишний раз подчеркнуть, я очень надеюсь, что, ну, так или иначе, у нас получился эфир и для врачей, и не только для врачей, что этот момент будет услышан, не надо пациенту вот с когнитивной дисфункцией в рамках какого-то проградиентного, такого прогрессирующего заболевания, как, например, болезнь Альцгеймера, давать какие-то такие стимулирующие препараты, надеясь, что-то подпитать. К сожалению, вряд ли это даст эффект, то есть вот этот принцип отнот ими, минимизация препаратов, то есть давать только то, что реально имеет эффект и реально имеет доказательную базу, потому что все остальное может спровоцировать поведенческие расстройства. Я сейчас объясню, почему. Плюс все препараты метаболизируются на одной системе цитохрома P450, тут опасность лишних препаратов не только в побочных эффектах самих препаратов, а в том, что они могут вступать еще и во взаимодействие с теми препаратами, которые пациенту нужны, потому что гипотензивные препараты, статины, антидепрессанты, все базисные противодементные препараты, они сходятся по сути на одних и тех же ферментах и вступая во взаимодействие, они могут нарушить метаболизм в том числе того препарата, который пациент реально жизненно зависим увеличить или уменьшить его всасываемость, изменить концентрацию, в итоге перестанет работать какой-нибудь препарат от давления или резко повысится доза антидепрессанта, что вызовет побочный эффект. Поэтому мое мнение принципиально не давать препаратов, которые пациенту не нужны с целью и надеждой получить эффект, потому что они все работают вот эти такие неспецифические стимулирующие средства на неповрежденных зонах мозга. А почему у пациента с деменцией возникает галлюцинация или психоз? Потому что у него нарушена система восприятия информации, у него страдают те зоны, которые отвечают за восприятие и анализ, и обработку этой информации. В итоге он смотрит на лестницу, ему кажется, что это какой-то замок, потому что обработки зрительной информации не хватает, чтобы понять и осознать, что это лестница. И в результате возникает предпосылки сначала к развитию иллюзий, что ему объекты кажутся другими, а потом к развернутому галлюцинозу, также и со слуховой информацией. И на эти зоны подействовать невозможно стимулирующими препаратами, но можно подействовать этими препаратами на те зоны, которые обрабатывают информацию, которые чуть более сохранны. Но информация от этого не изменится, а степень обработки увеличится, что в итоге спровоцирует еще больше психоз и расстройство поведения, поэтому, конечно, этот принцип, мне кажется, должен быть соблюден строго обязательно. Минимизация дополнительной терапии, то есть есть базисная терапия ингибитора холиностераза и мемантин. Они помогают как для стабилизации вот этого когнитивного снижения, хотя бы для того, чтобы замедлить траекторию, но они же и профилактируют поведенческие расстройства, и перед тем, как назначить пациенту хоть что-то для коррекции поведенческих придется, что он принимает базисную терапию. Этого бывает достаточно. А у нас сразу рука тянется дать успокоительные, нейролептики по любому поводу. У пациента ни одного препарата базисной терапии нет, а при этом уже есть целый спектр симптоматических препаратов. И хотела отметить, что в случае возбуждения, нарушений сна, которые у пациентов с деменцией бывают очень часто, это все, что я хотела сказать про терапию, предпочтение надо отдавать антидепрессантам. Это вот такой маленький экскурс, то есть обязательно убедиться, что назначена базисная терапия. Если у пациента поведенческие расстройства, исключить сначала соматическую какую-то декомпенсацию и убедиться, что пациент принимает эту терапию, базисную, которую должен принимать. И если базисная терапия назначена соматическую патологию, исключили у пациента, есть расстройство поведения, которое дезадаптирует у пациента и родственника, то средство выбирает антидепрессанты. Вот этот минимальный набор базисной терапии антидепрессанты в случае необходимости для коррекции сна и расстройств поведения. Вот это тот минимальный набор, который пациенту нужен. А все остальное, вот эта атьевантная терапина, попробовать это, к сожалению, особенно при тяжелой деменции риск очень больших проблем. Но дофа, буквально пробегусь по нескольким фактам. Я думаю, что часть из них не требует даже обозначения. Хотела подчеркнуть, у нас в России полтора миллиона больных с болезнью Альцгеймера должно быть. Полтора миллиона. Это колоссальная цифра. Диагностируется у нас не более 1%, не более 1% по данным Росстата. Как самая частая форма нейродегенерации у нас диагностируется с такой низкой частотой, огромный вопрос. И еще больше вопроса, какое количество из этого 1% получает адекватное лечение. Это, конечно, прям проблема. Но те факты, которые лично мне показались совсем интересными, это данные международные, в 2018 году стоимость болезни Альцгеймера для нации составила 277 биллионов долларов. Биллионов. И это, кстати, те деньги, которые тратит медстраховка на обеспечение помощи больным с болезнью Альцгеймера. Плюс к этому еще около 10 тысяч долларов в год тратят сами родственники. Ну то есть стоимость действительно колоссальна. Зато у нас ничего не стоит, потому что у нас никто не считает. Конечно. Но 10 тысяч, кстати, долларов мне показалось сначала очень большая сумма, потом я пересчитала на наши деньги. 80 тысяч в месяц, 60-70. Оно примерно столько и стоит, если нужна сиделка, если нужен какой-то уход. Понимаете, в США больные почти 30-40-50% находятся. В дневных детских садиках, ну не детских, взрослых садиках, когда люди могут работать, они находятся в домах престарелых, которых очень много и которых, кстати, тоже покрывает страховка частично хотя бы. Государственный домашний уход, то есть когда приходят соцслужбы. У нас этого всего нет. У нас все это падает на родственника, который с дома остается один на один со своим горем и с пациентом, с которым даже непонятно, что делать. И об этом, кстати, тоже никто не инструктирует. Врач в лучшем случае подберет терапию. В лучшем случае, потому что у него на большее нет времени. А никаких других служб, которые бы каким-то образом интегрировали домашние дела и какие-то еще дополнительные нефармакологические методы лечения больных с болезнью Паркинсона, их нет. Нет, хотелось просто напомнить, что есть очень большой пункт немедикаментозных методов лечения, и это часть терапии. И она должна быть обозначена как вариант, который родственник может использовать. Потому что, ну вот, мы ноту соли, я обозначила как сальфеджио, ну, чтобы подчеркнуть какие-то музыкотерапию, арт-терапию, которую могут использовать пациенты и родственники, в том числе с целью улучшения когнитивных сфер. И они играют крайне существенную роль в создании благоприятной среды. Умение научиться коммуникации здесь действительно очень важны какие-то, ну, то, что вы показывали, книжки, да, как взаимодействовать. Потому что среду создает родственник. Очень важно заложить физическую активность, научить правильному режиму, потому что если не наладить режим, пациент будет не спать. И, соответственно, родственник будет тоже не спать. Часто родственники задают вопрос по поводу того, что вот занятия, какие-нибудь тесты, там, да, тетради какие-то, они хотят попытаться тренировать память у пациента с болезнью Альцгеймера, да. И вот здесь тоже большая трудность объяснить, что конкретно, чем конкретно заниматься. И вот вы говорите действительно про арт-терапию, да, которая у нас там тоже, да, сейчас шире применяется, но все равно мало, да. И вот это, наверное, важнее объяснить родственнику. Но есть больные, которые, но тут надо еще отталкиваться от особенностей самого больного. Но вот у меня есть больные, которые с удовольствием решают математические задачи. Вот им родственники покупают просто вот пул этих тетрадей. То есть надо понять, зачем больной будет сидеть, потому что пытаться просто тренировать память, но в случае дегенеративного процесса это абсолютно бессмысленно. Нужно искать какие-то компенсаторные процессы. Обязательно должна быть физическая активность у больного. Обязательно. Это наладит режим сна и отдыха. Это наладит режим дня. Это даст возможность больному ночью спать и днем бодрствовать. Потому что если произойдет инверсия сна, ладно, больной не будет спать, но и не будет спать никто, потому что если он будет блуждать и бегать по коридору, от этого сна у остальных членов семьи не прибавится, и это обязательно нужно обозначать. Плюс физическая активность, она действительно улучшает когнитивный статус. Она снижает риск депрессии, она снижает риск поведенческих расстройств, улучшает сон. Она, кстати, способствует даже замедлению прогрессирования патологического процесса, обладая противовоспалительной активностью. Терапия музыкой хотя бы тоже обозначит, что такие направления должны быть. Если вы включаете спокойную музыку пациенту, это дарит дополнительную коррекцию поведенческих расстройств, это дарит спокойствие. И создание вот такой спокойной музыкальной среды дома это часть профилактики поведенческих расстройств. Музыка, которая пациенту хорошо знакома, ну если он, например, работал где-то, или это музыка его детства, она ему дарит воспоминания, она стимулирует зону воспоминаний, она стимулирует кору, потому что она ассоциативно дает какие-то воспоминания. Иногда они хорошо интегрируются в текущий момент, что улучшает запоминание. Даже просто прослушивание знакомой музыки это по сути когнитивная тренировка. Не вот это разгадывание судоко и кроссворды, которые у нас пытаются механически запомнить, а попытка стимулировать другие центры, которые рождают вот такое ассоциативное запоминание. Музыку можно делать с помощью активного участия. Это тоже, кстати, доказанный метод, который улучшает когнитивную сферу, улучшает, снижает эффективные расстройства. Это тоже занятость. Даже если человек ни на чем не играл, какие-то звуки ритма, какое-то вот просто приятное звучание может доставлять удовольствие и обеспечивать более четкую физическую активность в сфере. Поэтому, конечно, вот такие методики, они обязательно должны быть и должны активно применяться. Это тоже стоит обсуждать. И физическая активность, и музыкотерапия, и арт-терапия. Это часть лечения не только с позиции занять чем-то пациента, а для того, чтобы предупредить риск депрессии, тревоги и поведенческих расстройств. Очень важный метод, не могу на нем не остановиться, скажу буквально два слова. Думала, что-нибудь на ля. Оказалось, что на ля слов очень мало. Мое медицинское образование вспомнило слово лямблии, поэтому оно как-то не интегрировалось к больным с болезнью Альцгеймера. И что-то вот ничего другого на ля не приходило. И думаю, ля-ля, ля-ля. И вспомнила, что ляля есть замечательная кукла. И так традиционно называли лялей. И это тоже вещь, которую стоит обсуждать с родственниками больных с болезнью Альцгеймера. У нас есть эволюционно более древний механизм заботы. Вот Олег Семенович Левин всегда говорит, что человек отличается от животного умением заботиться о родителях. Это то, что не присуще ни одному живому существу, кроме человека. Это требует когнитивных оценок, очень такого социального интеллекта. Но у всех живых существ есть забота о детях. И она гораздо более древняя. Она реализуется не на уровне коры, а на уровне более древних структур мозга. И когда кора отмирает, у человека забота о детях и попытка заботиться о детях сохраняется. Они, кстати, не зря потом начинают своих... становятся где-то на уровне детей. Вот эти такие рефлексии детские, они остаются. Они гораздо более древние. И существует огромное направление, которое называется терапия куклами. Когда за счет сохранности вот этой рефлексии заботы о детях люди с удовольствием ухаживают за куклами. Они им дарят какие-то положительные эмоции. Это, опять-таки, уровень повседневной активности. И это доказанный, кстати, плацебо-контролируемыми исследованиями, систематизированным обзором метод исследования. Если не куклы, да, можно взять животное, живое существо, о котором надо заботиться, потому что вот этот рефлекс заботы о каком-то беззащитном, он древнее, и он сохраняется очень долго. И на нем также можно работать. Это дает определенную повседневную активность. Понятно, что это не для тяжелых пациентов, но все-таки это тоже вещь, которую стоит обсуждать. И у нас осталось немножко времени, но я не могу не затронуть этот вопрос, потому что мне он кажется очень принципиально важным. Это родственники. Потому что мы поговорили о том, как врачу коммуницировать с пациентом, какие сложности существуют в раскрытии диагноза, какие сложности существуют в обозначении дальнейшей тактики лечения. Но мне кажется, что в этом трио, наверное, самая сложная партия, но я думаю, что все согласятся, это, конечно, родственники. И обратите внимание, что большинство родственников, это данные американские, которые ухаживают за пациентом с деменцией, это не супруги, это не люди одного возраста, это дети. 55% ухаживающих лиц, которые осуществляют уход за пациентом с деменцией, это их дети. Соответственно, это лица молодого возраста, это лица, у которых свои семьи, это лица, которым нужно работать. Это лица с огромной социальной нагрузкой. В нашей стране, я думаю, этот процент будет еще больше, потому что у нас дети, ну, по крайней мере, я думаю, что не меньше, 55% это реальная цифра, то есть больше половины людей, которые осуществляют уход за пациентом с деменцией, я по своей практике вижу, это дети. Да. Дети. И обратите внимание, какое количество стрессов, которые они испытывают. Большинство считает, что это огромный физический стресс, это физическая нагрузка, это действительно так, особенно если это пациент с тяжелой деменцией, это реально физическая нагрузка. Эмоциональный стресс зашкаливает, потому что почти каждый респондент, который ухаживает за пациентом с деменцией, говорит о том, что уход за пациентом, это действительно огромная эмоциональная нагрузка. Рабочий стресс. Часть пациентов вынуждена уходить с работы, вынуждена подстраивать свой рабочий график под уход, приходить позже, уходить раньше, переходить на частичную занятость, лишаться отпуска. То есть это все занято. 18% у меня со временем, или 16, которые люди, которые находятся в уходе 24 на 7, то есть фактически на работе. Но интересно, что 59% пациентов, 59% из тех, кто не находится на работе 24 на 7, считает этой работой 24 на 7. То есть вот эта сфера восприятия нагрузки, она, конечно, очень существенная. Кстати, не могу не поделиться, мы много об этом говорили. Один из самых частых стрессов людей, которые ухаживают за пациентом с деменцией, они очень переживают из-за того, что они не обладают достаточной медицинской подкованностью осуществлять уход за больным человеком. Поэтому, конечно, эти вопросы очень важны в обсуждении. И то, что надо проговаривать, и ту степень информации, которую необходимо давать, потому что в дальнейшем это становится страхом, быть по-медицински просто неготовым. Вот это интересное исследование «Семь трудностей ухаживающих лиц», которые осуществляют уход за пациентом с деменцией. Таких исследований очень много, они выделяют разные моменты, но мне вот эти показались, наверное, опять-таки, скорее чисто на практическом опыте, самыми значимыми теми, которых я вижу. Ну и плюс, так или иначе, у меня рядом были пациенты с деменцией, и я примерно считаю, что это действительно очень важные моменты, которые необходимо проговаривать с родственником. Очень многие не могут осознать изменения. Они не понимают, что человек уже не тот. Они не понимают, что человек по-другому реагирует, что он немножко стал равнодушным, потому что он когнитивно в это не включается, что меняется личность, меняются реакции, меняется поведение. То есть они пытаются искать в больном человеке того человека, который был, не принимая этих изменений, и, соответственно, это каждый раз становится стрессом, потому что они ждут тех же реакций, они их не получают. Поэтому очень важно проговорить, что это человек, которого болезнь меняет, и не надо искать прежних черт личности, когда говорят, да вот он всегда был вот таким, а вы сейчас понимаете. Я говорю, понимаю, но вы поймите, что личность меняется. Это нарушение речи очень сложная проблема для коммуникации, для родственников, как оказалось. И опять-таки это надо проговаривать и каким-то образом тоже учить, понимать и, по крайней мере, проговаривать, что речь это тоже часть болезни, потому что они не понимают структуру речи, иной раз и теряют. Вот эта утрата эмпатии, сопереживания, опять-таки очень важно объяснить родственнику, что это проявление болезни, а не равнодушие, чертвости, потому что это становится огромным человеческим горем, что их мама с папой перестали интересоваться внуками, перестали интересоваться жизнью, и они это воспринимают как личную трагедию, и очень многие не воспринимают это как проявление болезни. Это обязательно нужно обсудить, что человек утрачивает возможность сопереживать, эмоционально реагировать. Реакция горя — очень важная проблема. Надо понимать, что у человека горе, у него близкий человек болеет, и это мало кого волнует из врачей. А он сидит в своем горе и в своей депрессии, и простой вопрос, как вы, как вы с этим справляетесь, нужна ли вам помощь, может действительно дать очень большую и поддержку ему, и улучшить восприятие инструкции врачу, и улучшить коммуникацию с врачом, потому что вам не все равно. Но это вот то чувство сопереживания, нагрузка, усталость, социальная изоляция, все это стоит обсуждать. И самый главный фактор — это вот эта привязанность. Когда человек находится 24 на 7, он теряет свою жизнь. Примерно, наверное, такая же история происходит с очень маленьким ребенком. Вот когда рождается ребенок, и ты выпадаешь из социума, ты выпадаешь из общения, но ребенок потихонечку растет, ребенок начинает дарить радость, ребенок начинает дарить какие-то эмоции, ты потихонечку научаешься с ним жить, он потихонечку дает тебе чуть меньше нагрузки и освобождает опять время для себя. Пациент с деменцией, к сожалению, каждый день дает в минус. И вот эта вот патологическая привязанность, погружение в жизнь и забывание о себе, к сожалению, в итоге в дальнейшем дает родственнику огромное горе. Я вот здесь обозначила просто фразы, которые, ну это опять-таки не из инструкции и не из публикации, это мои фразы. Ну то есть которые могут в каким-то моментом обозначить вот те проблемы, с которыми сталкивается родственник. Вы должны понять, что болезнь изменила, он не перестал вас любить, он просто не считывает этого, он не может это понять, потому что он болеет. Вы должны обозначить, что вы понимаете, что это и его проблема тоже, потому что это в дальнейшем будет сказываться на его реакциях. Вы говорили тоже вот об этом, он же считывает эмоции. И это тоже важно родственнику донести, обозначить его проблемы, спросить, не нужна ли ему помощь, не посоветовать ли ему специалистов. У нас, к сожалению, реально очень мало, то есть сфера развита, и поддержки этим больным нет. Ну, кстати, пять основных эмоциональных проблем, с которыми сталкиваются ухаживающие лица, но это не наша статистика, это международная, финансовые затраты, страх, что он потеряется. Это очень, кстати, большой страх, я и по своим больным вижу, что а как, как предупредить это, там опять-таки менять замки, как-то решать этот вопрос, потому что это действительно перерастает в фобию. Фобия, опасения, и это тоже нужно учитывать. Невозможность планировать выходные у отпуска. Очень многие родственники, которые осуществляют уход, переживают, что они выпали из своей семьи, что они не могут уделить им достаточное время, что они плохие, мама, плохие отцы. Это все для разговора с психологом, психотерапевтом, но это все вопросы, которые надо понимать, потому что действительно родственник больного с болезнью Паркинсона, с болезнью Альцгеймера, это человек с не меньшими трудностями. Я уж не говорю про депривацию сна, они перестают спать, потому что больной блуждает по ночам. И вот это вот синдром стойкого оловянного сандальтика, когда ты остаешься один, иной раз приходишь к врачу, потому что по сути он единственный, кто может тебя понять, потому что социально ты один, ты ни с кем не общаешься, ты находишься 24 на 7 в этом, и никто тебя понять не может, кроме врача, и то не всегда, к сожалению. Они действительно очень часто приходят на общение, поэтому очень важно вот эти порталы, где есть общение с родственниками, потому что сходить выпить вина, к сожалению, у этих больных не получается. Ну и плюс невозможность прогнозировать, вот это чувство неопределенности, которое всегда дарит тревогу и является колоссальным стрессом, когда ты не понимаешь, не можешь ничего планировать. Ты находишься вот в подвешенном состоянии, то есть все, все твои решения зависят только от этого. И это тоже фактор огромного стресса, с которыми родственники сталкиваются. И вот эта попытка справиться со всем самостоятельно, это, наверное, последний момент, который мне хотелось затронуть. Я не зря, ну, то есть я бы сначала как сила, сиделка, симпатия, потому что мы, ну, мне кажется, любой человек считает это своей зоной ответственности. Это твоя мама, твоя папа, там, твоя бабушка, твои дедушка, это люди, которые там дарят тебе жизнь, дали воспитание. Ты обязан, ты должен. И они остаются вот в этом один на один, считая, что они обязаны со всем справляться сами. Не так. Ну, не так. Потому что недержание мочи, кала, это частая проблема пациентов с деменцией, за рубежом служит показанием для помещения пациентов в стационар, который будет оплачиваться. Но даже, кстати, там 76% ухаживающих лид после этого испытывают чувство вины. 76%. А у нас еще это не развито, у нас еще непонятно куда отдал. И страшно отдать. И вот буквально недавно я разговаривала с пациенткой, с родственницей, и она говорит, я боюсь отдать, мне страшно отдать. 76% это становится лишним источником стресса. Но мое личное мнение, нельзя человека оставлять один на один с этой проблемой. Если есть возможность каким-то образом найти помощь, найти сиделку, я понимаю, что это где-то для многих покажется может быть бесчувственно, но мне кажется, что в какой-то момент надо понимать, что человек не может осуществлять постоянный уход. Социальная изоляция, гиподинамия, депрессия, тревога это факторы риска болезни Альцгеймера. И родственники, которые самый частый вопрос, который ты слышишь от родственника, помимо его близкого человека, а что делать мне, ему в первую очередь надо объяснить, что вот эти все вещи, которые он делает сам собой, социально себя закрывая и беря на себя все эти проблемы, это, к сожалению, путь к тому же самому, только ужас нагрузка на его детей. Это важно проговаривать, это важно объяснять. И надо понимать, что пациент не осудит, он не понимает. и в круглосуточном профильном уходе, где есть такие же пациенты, где есть общение, где есть хоть какая-то физическая активность, потому что не может один человек все это делать. И зарядку, и все подряд. Это, ну, я не призываю, но я говорю, что это не, ну, не стигма, это не плохо, это, ну, это часть жизни, и во всем мире делают именно так. Но, к сожалению, вот это чувство вины, это тоже повод для консультирования и для каких-то психологических проблем, потому что это тоже, к сожалению, остается очень-очень решенным вопросом. Но вот эта нота Си, как мне кажется, она одна из важных. Важных, да. Ну, вот поэтому получилось вот таких семь, как нам показалось, ну, достаточно важных нот, о которых мы очень мало говорим. Потому что говорить о медикаментозной терапии, которая не сделает чудес, ну, к сожалению, не сделает, да, она может немножко замедлить ход, она может подарить несколько лет более полноценной жизни, но, к сожалению, она не способна вылечить, она не способна помочь родственникам глобально, да, хотя, конечно, вот на какое-то время она может дать стабилизацию, и я всегда радую за то, чтобы пациенты необходимую терапию принимали, но вот те шаги, которые действительно в значимой степени влияют на качество жизни больного, на качество жизни родственника, вот они далеко за пределами, мне кажется, только фармакотерапии. Потому что вот эта достаточность информации, о которой говорила Екатерина Витальевна, это то, что дает человеку спокойствие и готовность, убирает фактор неопределенности, позволяет решить вот нехватку медицинских знаний, из-за которых он потом стрессует. это то, что определяет качество его жизни и то, что будет убирать лишний стрессовый фактор. Поддержка врача в виде адекватных рекомендаций, контроля лечения, прогнозирования, реакций, когда он действительно к нему может прийти как к партнеру, который его поймет, и где-то хотя бы частично поделиться, это тоже фактор, который улучшит качество его жизни. Минимальное, но достаточно назначение лекарственных средств, но это прям мне хотелось обозначить. Это большая беда, которая может очень навредить и пациенту, и родственнику, поэтому только те средства, которые нужны, только по назначению врача и только в адекватных нормальных дозировках. Ну, про факторы мы сказали, действительно, это повод менять, кстати, социальную поддержку и активнее развивать все эти сферы. Ну, сольфеджио, не медикаментозные все вещи, и вот эта сила, симпатия, какая-то поддержка больных, это все, что определяет, мне кажется, реально качество жизни. Коллеги, спасибо большое за внимание. Мне кажется, мы сегодня затронули такой важный аспект, важную тему, сложную, да, то есть и в информировании диагноза, и в ведении, но мы надеемся, что наша передача была полезна, полезна врачам, полезна, может быть, родственникам пациентов, которые смотрели. Вопросы поступили в чат, и мы постараемся наответить, их немало, это для нас приятно, наверное, да, потому что это говорит о том, что нас слушали. Один из вопросов, эффективны ли школы пациента для людей с болезнью Альцгеймера, вот я не знаю, как ответить на него, эффективны ли школы, но здесь мы говорили о доступности информации, и информационные школы, мне кажется, они полезны для родственников, да, ну и для, наверное, пациентов на ранних, ранних стадиях, когда у них есть жалобы на когнитивные проблемы. И второй момент, это общение, это социализация, поэтому здесь, сказать, эффективны ли они, я затрудняюсь, но мне кажется, они полезны, они необходимы, они полезны, и мне кажется, те, кто, вот для врачей, которые имеют возможность проводить такие школы, наверное, это, мне кажется, надо этим заниматься. Ну, потому что даже вот в рамках сегодняшнего вебинара мы обсудили огромное количество вопросов, каждый из которых требует детальной проработки для тех, кто с этим столкнулся, и, конечно, мне кажется, один врач на приеме это сделать не в состоянии гораздо проще это делать вот в рамках подобных таких школ. Еще один вопрос, влияют ли наотропы на замедление прогрессирования субъективных и легких когнитивных нарушений у пациентов в группе риска по развитию деменции или энергии? Я не очень понимаю суть вопроса, если честно. То ли у меня какие-то, какая-то когнитивный диссонанс, потому что, если вы спрашиваете, могут ли наотропы снизить выраженность субъективных и каких-то более легких когнитивных расстройств, могут замедлить переход этих расстройств в деменцию очень сомнительно, по крайней мере, ни один класс препаратов это не доказал. Это гораздо лучше достигается с помощью профилактики депрессии, физической активностью и какой-то такой разноплановой всесторонней когнитивной нагрузки для улучшения когнитивного резерва. То есть, получить симптоматический эффект за счет стимулирующего действия можно, а отсрочить развитие деменции с помощью препаратов наотропного действия точно нет. Но вопрос еще, кто находится в группе риска по развитию болезни Альцгеймера после установленного наличия легких когнитивных нарушений? На самом деле, это достаточно сложный вопрос, и скорее, тут надо говорить не о легких когнитивных нарушениях, а об умеренных когнитивных расстройствах. Болезнь Альцгеймера диагноз в большей части спорадический, поэтому говорить о том, что у родственников пациентов с болезнью Альцгеймера есть прямой шанс им заболеть, точно абсолютно некорректно, но есть некоторые факторы, которые предопределяют высокий риск у пациентов с начальной стадией когнитивной дисфункции. Во-первых, наличие проявления симптомов нарушения памяти, оно появляется уже на ранних стадиях когнитивной дисфункции, если у пациента есть истинный амнистический синдром, если он все забывает, если он задает одни и те же вопросы, не может запомнить текущий момент, это отражает раннюю дисфункцию гиппокампа и скорее всего говорит о том, что у пациента вот с этими начальными проявлениями когнитивной дисфункции уже течет болезнь Альцгеймер. Снижение веса, кстати, очень неблагоприятный фактор, более 5 кг за год считается очень плохим маркером в плане предвестника развития деменции. Это наличие сопутствующей тревоги и депрессии, потому что аффективные расстройства пожилого возраста чаще всего отражают уже текущий дегенеративный процесс и тоже свидетельствуют о высоком риске дальнейшего развития болезни Альцгеймера. Наверное, вот такие как бы очень важные моменты. и если легкие когнитивные нарушения выявляются у пациента с высоким когнитивным резервом. Есть очень большой шанс того, что пациент их компенсирует патологический процесс за счет более высокого интеллекта и когнитивной подушки безопасности. Есть риск того, что как только эта компенсация закончится, он резко уйдет в деменцию. Но это, по крайней мере, тоже требует дополнительной осторожности. Ну вот, наверное, снижение веса, наличие явных расстройств памяти, сопутствующие аффективные расстройства. Есть еще, кстати, фактор замедленности ходьбы. Тоже вот в тесте встания и ди с разворотом, если есть дополнительная замедленность ходьбы, тоже считается фактором, предвестником развития болезни Альцгеймера. Но вот более высокий уровень интеллекта не то, что все должны быть подозрительны на течение болезни Альцгеймера, но, по крайней мере, это группа, которую стоит посмотреть внимательно, потому что у них тесты нечувствительны, если у пациента высокий уровень интеллекта, его обычные тесты нейропсихологические не возьмут, поэтому здесь просто чуть больше насторожность. Еще один вопрос от Михаила, как быстро прогрессирует болезнь Альцгеймера при приеме мамантина, но я бы так не формулировала вопрос. Вот да, я говорю, то ли, тут вопрос же, что болезнь Альцгеймера, она очень разная, даже есть концепция болезни Альцгеймера, есть форма с очень быстрым темпом прогрессирования, есть форма с очень медленным развитием. В классическом варианте болезнь Альцгеймера ухудшается в среднем 3 балла по шкале Minimal State Examination за год, это курс без лечения. Если удается добиться снижения хотя бы на 2 балла за год, по ММСЕ это уже успех, если на 1, вообще здорово, а если вдруг удалось стабилизировать, так прекрасно, поэтому сказать, как быстро она прогрессирует, она прогрессирует в зависимости от формы и подтипа, но вот задача приостановить нарастание когнитивной симптоматики хотя бы на 1 балл по шкале Minimal State Examination. Насколько эффективны моноклональные антитела для лечения болезни Альцгеймера? Вопрос от Дарьи. Как вам все эти моноклональные антитела? Мы участвуем в клиническом исследовании уже как бы третий этап, оно слепое, плацебо-контролируемое, поэтому пока результатов нет, но я считаю, что нет. Здесь вопрос того, что ну те препараты, тот препарат, который одобрен в ДЕИ, там же очень сложные точки, точки, как это называется, господи, точки улучшения, точки эффективности, и там не было показано клинической эффективности, насколько я помню, только А ее не будет показано, потому что все моноклональные антитела действуют на амилоид, по крайней мере, те, которые прошли сейчас все это клинических испытаний. Бета-амилоид накапливается до появления клинических симптомов, то есть это особенность. Бета-амилоид не специфический маркер болезни Альцгеймера, а маркер патологического старения, так же, как и маркер окислительного стресса. Бета-амилоид, по сути, создает почву для гиперфосфорилирования тау-белка и дальнейшего начала нейродегенерации. Поэтому действовать на бета-амилоид вроде как бы надо до момента, как появится клиническая симптоматика. Когда она уже появилась, там играют совершенно уже другие факторы, там играет роль тау и дальнейшая нейродегенерация. И там пытаться действовать на амилоид абсолютно, по моему мнению, бесполезно, то есть это небезопасная терапия с огромным спектром побочных эффектов, которая, честно сказать, очень сомнительно найдет применение, потому что бета-амилоид, ну, пока непонятная лошадка, с ним очень много вопросов, и я думаю, что рассчитывать на появление моноклональных антител, как прорыв лечения болезни Альцгеймера, но... Пока сложно, дорого, дорого, и непонятные точки. То есть применяется ли на трупы при проблемах со сном у пациентов с болезнью Альцгеймера? Вопрос от Евгении опять про ноотропы у нас, да? Ну, потому что я же не зря, но Туми сто раз озвучила, что не надо лишних препаратов пациенту с болезнью Альцгеймера, но, видимо, МИ минимализация лекарственных препаратов, ноотропные препараты при болезни Альцгеймера, особенно с прямым стимулирующим действием, могут дать побочные эффекты в виде возбуждения, соответственно, усиление тревоги и, соответственно, нарушение сна. То есть они не просто не помогут в коррекции расстройств сна, а, скорее всего, вызовут усугубление этих расстройств. Поэтому ноотропные препараты, у нас, к сожалению, очень много что заложено в термин ноотропный, я говорю о классических таких глутаматергических ноотропах. Единственное, что можно, это какие-нибудь холенергические средства, и то не для коррекции сна, а когда вот родственнику что-то очень-очень надо, по крайней мере, это безопасно. Но уж мы точно не говорим о том, чтобы лечить какие-то симптомы. Нарушение сна у больных с болезнью Альцгеймера можно корректировать антидепрессантами. Ни Z-препаратами, ни снотворными антидепрессантами с седативным действием трозодон, флавоксамин, пожалуйста, эти препараты могут использоваться с учетом высокого риска депрессии. Все остальное это как бы точно использовать не надо. Мемантин и динопизил дают ли совместно? Это ингибиторы холенстераза и их назначают прекрасно совместно как комбинированная терапия. Единственное предостережение на стадии умеренно тяжелой деменции и раньше комбинированной терапии не дают, остаются на монотерапии, но они вполне сочетаются. Но опять эффективен лицеретон при дисфории у пожилых пациентов с инвалидационно-дегенеративными процессами головного мозга. Ну, холенергическую терапию дополнительно назначать можно, но скорее как адъевантную терапию, дисфория, поведенческие расстройства можно лечить дополнительной базисной терапией скорее. Чем лучше убрать тревогу, не спровоцировав ухудшение памяти и галлюцинации? Антидепрессантами. Опять-таки тот же самый флороксамин или трозодон, то есть что-то. Потому что бензодиазепины мы не можем дать пожилому человеку, с деменцией они резко ухудшат, когнитивный статус. А вообще седативные препараты нейролептики, это все увеличение кардиоваскулярных рисков. И я подчеркивала, что если есть возбуждение, если есть тревожность избыточная, если есть нарушение сна, то в комбинации к базисным препаратам пожалуйста, можно. Ну, это все. Огромное спасибо, очень полезная программа. Мы надеемся, что программа была полезной, хотя она была как раз не о фармакотерапии, а о фармакотерапии. отдельно. Спасибо, Елена Евгеньевна, спасибо коллеге, спасибо за ваше внимание. До встречи. До новых встреч.